Доброе утро, коллеги! Под конец года нашумевшая история снос крокодиловой фермы. Ликвидация муниципального бюджета пошлась почти в полтора миллиона рублей, но признать сам объект незаконным и нестационарной постройкой было непросто. Вот почему мы сейчас узнаем у начальника управления муниципального контроля, администрации у нас в гостях, Иван Вархобин. Иван Сергеевич, доброе утро! Доброе утро! Скажите, в чем все-таки были сложности? Еще летом 2019 года предпринимателям незаконно на муниципальном земельном участке, который ранее находился в пользовании санатория Приморский, это набережная имени Горького в городе Евпатория, незаконно размещены нестационарные объекты, так называемый дом вверх дном и крокодилярию. Управлению муниципального контроля сразу же подготовлены были все необходимые документы для сноса таких объектов. Проведена комиссия по демонтажу незаконно размещенных нестационарных объектов, вынесено постановление администрации о принудительном сносе, о чем непосредственно было уведомлено лицо, разместившее такие объекты. Вместе с тем предприниматель наши законные требования не услышал, в связи с чем у администрации были определенные трудности по выбору подрядной организации, которая должна производить снос таких объектов. Тем не менее, конкурсные процедуры состоялись, и в настоящее время управление муниципального контроля с привлечением такой подрядной организации ведутся работы по принудительному сносу такого объекта. Уже три дня работы эти проводятся, ввиду того, что данный объект действительно весьма значительный по его габаритам. Я думаю, что сегодня, максимум завтра, данная территория будет расчищена полностью. Вы говорите, что предприниматель не услышал требования, но все же из муниципального бюджета потрачены деньги. Как они будут возвращаться? И почему предприниматели сами не ликвидируют такие? Ну, прежде всего, законом предусмотрена процедура возмещения потраченных из муниципального бюджета денежных средств на проведение таких процедур. То есть после окончания работ администрация в принудительном порядке, в судебном порядке, будет взыскивать с такого правонарушителя денежные средства, потраченные администрацией на снос таких объектов. То есть, получается, ситуация достаточно двоякая. Предприниматель, помимо того, что потратил значительное количество денежных средств на размещение такого объекта, а сумма размещения такого объекта достаточно велика. Она измеряется в миллионах рублей. Более того, администрация еще и в принудительном порядке с него взыщет все эти денежные средства, которые потратил у нас с такого объекта. Кроме этого, мне известно, что на территории санатория остаются увеселительные объекты подобного характера. Что будет с ними? Есть ли вообще в муниципалитете места, предназначенные для законного размещения? Да, безусловно, на территории, которую мы с вами проговорили, также остается еще ряд незаконных, нестационарных объектов. Например, тот же дом вверх дном. Также документация полностью администрации подготовлена для принудительного сноса такого объекта. Тот же предприниматель, к сожалению, нас не слышит, но, возможно, мероприятие по сносу крокодиловой фермы будет неплохим знаком, да, и скажет о том, что наши намерения действительно здесь весьма серьезны. Буквально в начале следующего года уже денежные средства необходимые заложены в бюджет 2020 года. Будут отыграны конкурсные процедуры, и буквально январь-февраль также администрация проведет принудительный демонтаж и второго незаконного, нестационарного объекта дом вверх дном. Помимо указанного, есть еще ряд аттракционов на указанной территории. Они также в принудительном порядке будут вывезены, и все денежные средства будут взысканы с правонарушителя. То есть планы на следующий год уже есть, да, а какие-то итоги в этом году мы можем подвести? Я знаю, что идет масштабная, шла масштабная ликвидация гаражей, и не один год. Какие цифры, к какой статистике мы можем говорить, и будет ли продолжаться эта работа? Да, безусловно, такая работа носит системный характер и будет продолжаться вплоть до тех пор, пока вся территория города не будет расчищена от незаконно размещенных нестационарных объектов. Действительно, до окончания текущего года осталось несколько дней, но управлением муниципального контроля даже сейчас ведется активная работа по демонтажу таких объектов. Нами сейчас проводятся работы, продолжаются вплоть до последних дней. Уходящего года будет проводиться работа по очистке территорий города от незаконно размещенных гаражных сооружений. На протяжении года снесено их порядка сотни, то есть у нас приблизительно из года в год цифра демонтированных гаражных сооружений, она плюс-минус выходит одинаковой. И денежные средства заложены и на следующий год. Я думаю, в следующий год, максимум два, мы полностью расчистим территорию города от таких гаражных сооружений, которые стоят на муниципальной земле уже десятками лет. Незаконно она стоит. А уже понятно, что будет на освобожденных территориях? Или это просто пустующие будут цены? Дело в том, что администрации города, все эти территории, которые освобождаются, они в дальнейшем планируются под размещение каких-либо объектов. То есть это могут быть детские площадки, какие-то спортивные площадки. Это территории для размещения автотранспортных средств, то есть парковочные места для жителей домов, которые непосредственно и проживают на данных территориях. То есть в последующем данные земельные участки будут благоустраиваться администрацией и приводиться в порядок для жителей близлежащих домов. А как сами жители относятся к подобной масштабной зачистке? У нас прям это все так активно идет в последние годы. Большинство жителей, конечно же, занимают нашу позицию. Все понимают, что данное мероприятие проводится не просто так, что действительно нестационарные объекты размещаются незаконно, ввиду чего и происходит их принудительный демонтаж. И, конечно же, поддерживают положение относительно того, чтобы данная территория благоустраивалась и развивалась исключительно для них же, для людей, для жителей этого города. Будет ли в следующем году увеличиваться штат вашего управления или все-таки хватает людей? Людей, безусловно, не хватает для проводимых нами работ. Конечно же, хотелось бы увеличить штаты. И вроде как действительно руководство города и администрации нас услышало. И в следующем году, возможно, мы надеемся, держим кулачки. Наш штат будет немного расширен, что позволит нам постоянным контролем охватывать территорию города по всем направлениям, вверенным нам. И, соответственно, также более часто проводить контрольные мероприятия на таких территориях, как ПГТ Заозерный, Новоозерный и Мирный, куда мы в связи с небольшой штатной численностью бываем реже, чем непосредственно на территории самого города и в Патторе. Для этого нужен еще курортный патруль, да? Безусловно, будем бороться за данную тематику. Курортный патруль очень качественно показал себя на протяжении минувшего летнего курортного сезона. И глава администрации уже непосредственно работает над тем, чтобы данный проект, он не был просто... Ну, как он был запущен? Он как пилотный, и мы очень сильно работаем над тем, чтобы он на постоянной основе прижился непосредственно в нашем городе. Иван Сергеевич, мы желаем вам удачи. Поздравляем с наступающим праздником. Спасибо. Мы всегда рады вас видеть в нашей студии. Спасибо. Коллеги, планы грандиозные, осталось только их реализовать. Как у вас настроение и что на повестке дня? Спасибо большое, Настя. У нас максимально новогоднее настроение. Мы вот с Димой проснулись для того, чтобы создать и вам такое же... Спасибо. Спасибо.